Друзья, привет! Я ВКонтакте вылаживал пост уже, но на YouTube я пост не вылаживал, то есть, ну, я видео не записывал, но хотелось бы немножко рассказать про этот год, который уже наступил, 2023 год у нас проходит под годом колесниц. Сейчас я найду эту карту. Вот, колесница, видите? Что такое колесница? Колесница — это будет год передвижения, каких-то переездов, это год каких-то перемен, открытие каких-то талантов. То есть, в этот год человек будет, должен как-то себя активно проявлять. Почему должен? Потому что, ну, по-любому уже какие-то будут вот такие вот движения, да, происходить какие-то вот. Тут нужно понять, они будут позитивные, либо негативные. То есть, либо вы сами создадите какое-то движение, или даже увидите, станете за собой напитать, что вот... Как-то вот тянет куда-то уехать, или переехать, или работу поменять, да? Это лучше самому предусмотреть, понять, нежели это произойдет спонтанно. Либо вас уволят с работы, например, либо вас заставят уйти откуда-то, например, да? И у нас первый месяц, который был, это был январь. То есть, это восьмой аркан. Но у меня карта английской системы. Тарт Вольта. И здесь получается сила. Но на самом деле, нужно искать одиннадцатую карту. У нас одиннадцатая и восьмая, у них места меняются разная, скажем, разная система. А вот. Справедливость. Вот смотрите. То есть, здесь должна быть одиннадцатая сила, а восьмая карта справедливости должна быть. Январь уже закончился, да, я поздно видео записывал. А восьмой аркан – это справедливость. В этот период лучше заняться работой над собой, заняться какими-то практиками, подумать, что-то, может, не так, неправильно происходит. Нужно, чтобы, нужно что-то исправлять. Как бы, всё сделать, чтобы было всё хорошо, всё чётко. Возможно, в этот период кто-то может к вам несправедливо относиться. Январь уже закончился, да. Ещё у нас, я говорил, одиннадцатый аркан действует. Ну, можно немножко подмешивать. Одиннадцатый – это сила. Вот. Всё значительно. Это, возможно… Возможно, будут у вас ожидать какие-то провокации. Ождали января. Какие-то провокации и какая-то хитрость со стороны, да, грубая сила. Нужно было желательно максимально соблюдать закон в январе. В февраль у нас – это девятый аркан. Девятый аркан – это аркан от Шейска. Сейчас покажу. Вот он. От Шейска. В этот период лучше побыть в одиночестве, подумать вообще, что происходит. Если есть какие-то проблемы, нужно адекватно подумать, как их решать. Никому об этом не говорить, конечно. То есть, возможно, вы можете кому-то сказать, что хотите сделать то-то, то-то. Можно вот так сделать, но сам путь, вот эти вот точки А, точки Б, не нужно никому рассказывать, комментировать вот это вот само действие. И еще этот период будет казаться, я уже, наверное, говорил, что люди как будто бы отделились, вот как-то сами по себе все. И да, нужно все-таки задуматься о своем, о том, что происходит, происходящем на жизни своей. И начать менять. Как я там был в пластике писал, что вчера нужно уже было это менять. Как закончился 2021 год? Ну, во-первых, этот год прошел под шестым арканом. Шестой аркан – это у нас сегодня. Год был спокойный. Ну, кому как, конечно, да, но я про людей говорю в целом, да. Более-менее спокойный даже по себе осуждал, что он был такой, без каких-то активных действий, да. Этот год он мог для некоторых даже показаться каким-то заманюхой, да, вот. Типа, иди сюда, да, побудь здесь, все будет хорошо. И ты сидишь такой, а, ну, хорошо. Такое вот чувство, что было вроде спокойно, а какой… Смотря для кого какой смысл был вот этого. Если это действительно был смысл туда. И вот декабрь у нас под арканом прошлого луна. Это восемнадцатый аркан, аркан страхов. Это, конечно, был месяц для некоторых… Как раз вот некоторые шестой аркан это понимали в восемнадцатом, завершающем этот год, что год был иллюзией, обманом, и что было. Что про… Для некоторых проживали зря, например, нет. Ну, а некоторые повелись на иллюзией, на обман какой-то, да, и для них был год, что был, что не был, да. То есть, ну, личный год, личное время, если у кого-то есть, то… У меня, например, время не лишнего будет. Поэтому, друзья, я на март запишу потом попозже. Ну, на каждый месяц буду записывать. Прогноз ждите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok